Давайте вспомним такого человека, Евгения Даниловича Аграновича. Жил такой человек, писал стихи, прозу, песни. Ну, песни сегодня не буду петь, а два стихотворения и маленький кусочек прозы. Ну, вспомним. Мама. Там, где берег оспою разрыт, на пути к фашистской обороне, он одним снарядом был убит, а другим снарядом похоронен. И закрылась мерзлая земля комьями солдата заваля. Пала телеграммка в руки прямо женщине на станции Азов. Голосом сынка сказала, мама. Мама встала и пошла на зов. На контрольных пунктах, на заставах предъявляла мать свои глаза. Замедляли скорый бег состава, жали шофера на тормоза. Мальчик, это вся ее отрада. Мать, ведь смерть не верует она, думает, сыночку что-то надо. Может быть, могилка не равна. И вот стоит перед майором мать. А майор не знает, что сказать. Проводите к сыну. Но, мамаша, вам сейчас нельзя туда пройти. За рекой земля еще не наша. Ну, сынок, ну, миленькая, пусти. Нет! Ты что же, чей-нибудь сынишка, если бы твоя была должна так просить? Не то сказала. Слишком. Гури говорила, не она. Ладно, говорит он, отдыхайте. Лейтенант, созвать сюда людей. Тесно стало вдруг в соседней хате. Много там стояло сыновей. Мы два раза шли здесь в наступлении и два раза отступали спять. Разрешили нам до пополнения берега пока не штурмовать. Но вот это лебедь его мать. И она не может больше ждать. Не спала она. И все слыхала, как сначала рядом рвался бой. А потом все дальше громыхало и затихло. Где-то за рекой. Утром над могилой сына стоя услыхала. Трижды грянул зал. Преклонилось знамя боевое. А майор снял шапку и сказал. То, что мы отдали за полгода, Мы берем обратно третий год. Тяжкий камень на сердце народа. Скоро ли народ победы ждет? Мать пришла сюда на поле боя, Чтобы поддержать нас на буди. Всех, кто пал, желает успокоить. Всех, кто жив, торопится спасти. Родина зовется, эта мать. И она не может больше ждать. И перед вторым стихотворением Я хочу маленький эпиграф Из прозы Евгения Даниловича Сочинник 1941-го. Конечно, с высоты кузова и в движении Я не мог различить того, что ясно видел, когда толкал машину. При дороге много было трупов. Никто не хоронил, а мороз сохранилось со всеми красками жизни. С белизной и румянцем кожи, С цветом и блеском глаз, С выражением лиц, С энергией последнего движения. Так запечатлелся во мне снимок Почти плакатной символичности. Два мертвеца, Наш и немец, Одного роста и возраста, Но смерть их вовсе не уравняла. Красивое и яркое лицо фрица, Его полузабитый снегом, Малый кричащий рот, Все искажены злобой и недоумением. Весь он какой-то скомканный, Готовый взвиться в прыжке. А рядом с ним русский солдат. Лежит, вытянувшись и покойно глядя в небо. Вот так спокойно и достойно Лежал бы он на столе у себя в Рязанской хате. Ушла жизнь, Но осталась ему правота его. К неоткрытому полюсу Мы не проложим травинки, Не проложим тоннели По океанскому дну. Не подарим потомкам Шекспира, Родена и Глинку, Не извлечим проказу, Не вылетим на Луну. Мы готовились к этому, Шли в настоящие люди. Мы учились поспешно, В ночи не смыкая глаз. Мы мечтали об этом, Но знали прекрасно, не будет. Не такую работу наш век приготовил для нас. Может, Ньютон наш был всех физиков мира зубастей, Так над ним же не яблоки, Вражи и мины свистят. Может быть, наш Лимбранд Лежит на столе в Бенцанбате, Ампутацию правой без стона перенося. Может, Костя Ракитин Из всех симфонистов планеты Был бы самым могучим, Осколок его не тронет. А Курчинский и Гоган Были бы такие поэты, Одиссею бы создали, Кабы не беглый огонь. Нас война От всего оградила горящим заслонам, И в кольце этих лет Такая горит молодежь. Но не думай, мой сверстник, Что так уж не повезло нам. В эти тесные рамки Не впишешь нас И не втолкнешь. Человечество будет божиться Моим поколением, Потому что мы сделали то, Что мы были должны. Перед памятью нашей Будет вставать на колени Победитель проказа И покоритель Луны.